Нижегородские бизнесмены встретили с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, чтобы найти решение для насущных проблем в экономике малых и средних предприятий. Конечно, есть настрой на поддержку бизнеса, это очень радует. Достаточно высокие, большие достижения привлечения инвестиций в реальный сектор, в промышленность. Есть понимание задач развития малого бизнеса, но, к сожалению, мелочей, таких малых проблем остается еще очень много. Эти досадные прорехи затрагивают вопросы плановых и внеплановых проверок, лицензирования, имущественных отношений, налогообложения и административных барьеров. Вот налоговые проблемы до сегодня обсуждались. Действительно, предприятия должны платить налоги за поставленные государству товары и услуги, при этом государство задерживает платеж, а налог платить надо. Ну вот как это системная проблема? Между тем, по оценке федерального бизнеса омбудсмена, Нижегородская область – один из ведущих регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе благодаря мерам поддержки со стороны регионального правительства. По итогам прошлого года на эти цели направлено около 400 миллионов рублей. В прошлом году мы увеличили где-то на 5%, в этом году еще защита проходит, но объем средств, которые мы предложили на сфинансированную федерацию, превышает на 12% в уровне 2015 года. При этом определенному виду предпринимателей полагаются налоговые льготы, но количество стимулирующих мер для развития малого и среднего бизнеса должно быть увеличено. Нужно давать сегодня льготы, больше льготы, чем сегодня есть. Вплоть до инвестиционных льгот, по всем налогам на прибыльное имущество до 5 лет. Сюда же добавляются вопросы денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, чтобы найти новые точки роста для современной российской экономики. На сегодняшний день, раз уж Центральный банк Российской Федерации выбрал такое направление, как мягкий курс национальной валюты, то есть достаточно слабый рубль и поддержка отечественного производителя, конечно, необходимо придерживаться именно этой позиции. Тем не менее, нынешние кредитные ставки для предпринимательства по-прежнему считаются экспертами достаточно высокими, чтобы бизнес мог развиваться за счет привлечения заемных средств. Без первоначального инвестиции, без кредитов для развития не будет никакого развития экономики в целом. Здесь мы предлагаем серьезные изменения денежно-промышленной, как мы ее называем, политики государства. Мы предлагаем, существуя наше количественное смягчение, QE, как это сегодня реализуется в США и в Европе, но в российском варианте, где будет предложено до полутора триллионов рублей в год на реальные проекты в реальном секторе экономики. Такими отраслями, по мнению экспертов, должны стать сельское хозяйство, промышленность, инновационная деятельность и IT-сфера, в том числе при непосредственном участии малой и среднего бизнеса. В противном случае переход на новую экономику, не зависящую от углеродного сырья, невозможен.